Творяй чудеса Друзья мои, мы с вами живем в мире видимом, но нас окружает еще и мир невидимый, который очень сильно влияет на нашу жизнь в этом видимом мире. А в невидимом мире сколько всего, чего мы не видим, но можем почувствовать. И в этом невидимом мире живут ангелы, которые очень сильно влияют и на нашу с вами жизнь. А на сколько влияют, сейчас мы с вами узнаем. Перед тем, как Господь создал видимый мир, в котором мы живем и существуем, Господь создал невидимый мир, мир ангелов. Тот мир невидимых существ, которые обладают от Бога властью и волею свободную, и тем разумением, которое Господь дал им для того, чтобы они сами избирали служение Богу. Ведь Господь никогда не насиливал даже ангельские силы тому, чтобы они ему кланялись. Естественно, ангелы-хранители, само слово «ангел» — это вестник. То есть те существа небесные, бесплодные, которые исполняют волю Божью и возвещают человечеству ту весть, которая полезна для него, для его спасения, для пользы. И вспомним тот момент, когда проявилась воля ангелов, невидимых существ. Ведь Господь, еще раз повторю, что Он никогда не принуждал поклоняться Ему как Богу, как Творцу. И вот один из ангелов, Деница, возгордился, что я тоже хочу быть как Бог, я тоже хочу иметь такую власть и силу. И возгордившись, упал, морально упал. И, естественно, архистратик Михаил, память которого мы совершаем всегда 21 ноября, и всех небесных сил бесплодных восстал против этой борьбы с Богом. Он сказал такие слова, что «кто как Бог» — это и означает имя Михаил, из еврейского. И, конечно же, произошла, как в Библии пишется, война между архистратиком Михаилом и его силами небесными, и против падших духов сатаны и его бесов. Конечно же, они были побеждены Михаилом и вернуты в ад, то место, которое означает место, где нет Бога, ад преисподняя. Вот в этом проявилась воля и стремление ангельское. Естественно, для нас, для человек, ангелы являются тоже теми от Бога посланными существами бесплодными, которые для нас важны тем, что они не только нас оберегают. Мы знаем, как ангел и хранитель, который присущ каждому человеку. Но и из истории ветхозаветной почитание ангелов еще было тогда, можно даже сказать, при самосотворении мира, когда в ветхом завете по повелению Божьему ангелы являлись и пророком, и даже сам Господь в виде ангела являлся многим праведником ветхозаветным, для того, чтобы через них совершалась воля Божья. Или говорил Господь через ангелов те пророчества, которые потом повторяли пророки, либо укрепляли тех праведников, которые боролись против зла. Если брать уже нашу жизнь, мы знаем, что Господь посылает и нам при рождении, даже при зачатии каждого человека ангела, для того, чтобы он его оберегал и направлял в тот нужный путь, который ведет ко спасению. И, естественно, если мы чувствуем присутствие ангелов, хранителя в своей жизни, мы, естественно, должны ему молиться, как-то к нему обращаться. Если христианин православный живет духовной жизнью, он знает, что каждый день, утром и вечером мы обращаемся к ангелу-хранителю с определенной просьбой, с молитвой, где мы просим защиту, где мы просим благословения, где мы просим даже и прощения у ангела-хранителя за какие-то грехи, которые мы тоже оскорбляем его. Ведь ангела-хранителя мы не должны оскорблять грехами, не должны обижать, для того, чтобы он оберегал нас и всегда подсказывал нам тот момент, где мы должны обязательно обратиться к Богу, свои стопы направить на путь спасения. Если мы оскорбляем ангела-хранителя, естественно, он удаляется от нас из-за наших грехов, и мы уже можем заблудиться. Поэтому жизнь и участие ангела-хранителя и вообще ангелов в нашей жизни очень велика и имеет огромный смысл. Ангелы имеют как бы свою иерархию. Вот если все мы знаем знаменитое имя архистратига Божьего Михаила, многие в этот день приходят в храм, молятся ему. К сожалению, какие-то существуют легенды по этому поводу, что ангел-хранитель где-то там как-то своим крылом достает грешников из ада. Это все, естественно, как бы неправильно. Архистратиг Михаил – это тот ангел, архистратиг, то есть слово «архи», что означает «высший», «главный», который восстал против сатаны Деницы и который Господом был прославлен как вождь небесных сил. Поэтому каждый год, 21 ноября, совершается его память и всех небесных сил бесплотных, семи архистратигов. Но в церковной иерархии небесной существует девичинов ангельских. Архистратиг Михаил – это архангелы, ангелы, престолы, господства, херувимы, серафимы, начало власти. То есть те престолы, те чины, которые служат по-своему Богу. В невидимом мире существует престол Божий, который окружает небесные силы, который непрестанно ему молится, который непрестанно восхваляет его, взывает словами, которые и люди, мы повторяем, эти слова «свят», 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 «восхваляя величие и святость великого Бога». И трепостасного Бога. Поэтому мы очень должны всегда стараться не забывать ангела-хранителя, молиться не только архистратигу Божьему Михаилу раз в году, а каждый день призывать своего ангела, призывать этих всех небесных сил, чтобы Господь через их нас оберегал, нас сохранял и направлял нас к спасению. Как часто люди читают молитвы, но не чувствуют, что рядом находится ангел? Это от бесчувственности или потому, что не дано человеку почувствовать присутствие ангела? Мы просто знаем, что он рядом, но почувствовать его не можем в силу каких-то своих, может быть, огрубевшей души. Как Вы полагаете? Я думаю, только из-за того, что мы где-то своими грехами удаляем присутствие ангела, о котором я говорил. Потому что присутствие ангела мы можем почувствовать только через веру. Мы всегда, когда молимся, мы верим, что здесь Господь присутствует, потому что к которому мы молимся, Матерь Божья, к которой мы обращаемся. То же самое ангел-хранитель, который всегда днем и ночью возле нас, возле этого тела, в котором мы находимся. Почему так? Потому что это повеление Божье. А они никогда не нарушают повеление Божье. И, естественно, если мы стараемся каяться в своих грехах, более-менее жить благочестиво, и тогда мы будем чувствовать помощь и присутствие ангела-хранителя нашего, который, опять же, всегда с нами. Как бы мы это бы не хотели, даже если человек не верующий, все равно ангел-хранитель присутствует при нем. Единственное, что просто он оскорбляется грехами и отступлением от Божьих заповедей, от праведной жизни, но он все равно молится, старается как-то человека вразумить, как-то человеку подсказать. Иногда бывают такие какие-то мысли придут, человеку не будет понимать, откуда это действительно, наверное, ангел-хранитель подсказал. Поэтому все зависит, в первую очередь, от нашей веры, если мы верим, и, конечно же, от нашей жизни. Если мы стараемся более-менее жить благочестиво и призывать каждый день ангела-хранителя, тогда мы будем чувствовать его присутствие. Тогда мы будем твердо верить и знать, что вот здесь ангел-хранитель, и к нему обращаться как к человеку, который с нами, видимо, находится. Вот бывает и такое, насколько человек привыкает к этому, что вот он даже несомненно чувствует, что вот ангел-хранитель с ним, и обращается к нему. Есть самая короткая молитва к ангелу-хранителю. «Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой». Может ли человек употреблять и такую молитву, если, например, нет возможности читать молитву, ту, которая в молитвословии к ангелу-хранителю? Ну, конечно же, любая молитва, она имеет и свое действие, и силу, и всегда мы должны призывать, даже кратко, коротко, можно даже просто сказать, «Святой ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне», или, как вот вы повторили, это та молитва, которая призывает вот то присутствие ангела и приближает его к нам. Естественно, мы должны всегда молиться. По возможности читать полную молитву, нет возможности, ведь нам молитвы краткие даны для того, чтобы в каких-то таких ситуациях, когда нет времени молиться или не то место, где нужно полностью помолиться, мы должны использовать эти краткие маленькие молитвы, которые тоже действенны и имеют свою силу. Возвращаясь к имени архистратига Михаила, его называют грозный воевода и предводитель всего небесного ангельского воинства. И, может быть, ему, не знаю, отец Максим, но как-то вот грозному воеводе молиться, или он слышит вздох и каждого, даже самого слабого грешника тоже? Естественно, он грозный, потому что он стал защитником имени Божьего, славы Божьей. А это милостивый архангел, который исполняет только по послушанию волю Божью, и который всегда, опять же, помогает людям. И многие люди это могут подтвердить, что действительно помощь архистратига Михаила, которого я призывал в своей жизни, она действенна, она мгновенна. И здесь это название грозный, это только потому, что он противостал злу, противостал дьяволу и победил его. Поэтому он изображается на иконах как с мечом таким огненным, как с щитом, как такой действительно воевода грозный, который готов вмиг защитить имя Божье, поразить врага. И это как бы для нас и пример, и упование, что есть у нас вот такой защитник, через которого совершается воля Божья и побеждается зло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова